Знакомьтесь, это Эндрю Наварро. В начале своей карьеры, в 2004 году, после увольнения из Starbucks, года работы фриланс-художником в Индии RPG-проекте, он откликнулся на вакансию Fantasy Flight Games и был принят в команду. Свой путь до руководителя студии он прошел через позиции менеджера клиентского сервиса, графического дизайнера, руководителя художественного отдела и руководителя отдела, который отвечал за разработку приложений. Для настольных игр. За плечами у Эндрю Наварро такие известные игры, как Battlestar Galactica, Cosmic Encounter, Descent, Fury of Dracula, Runebound, Android, Android Netrunner, Mansion of Madness и многие другие. Мысли о создании своей собственной компании, по его словам, у него появились еще до изменений в структуре FFG. Как бы то ни было, в том же году была создана компания Earthborn Games. У нас с вами на игровом столе первое детище этой компании, которая носит созвучное название Earthborn Rangers. Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Geek Media. Слово Earthborn, что можно перевести как «земное, рожденный землей», в нем заложена важная концепция, мировоззрение, которого придерживается Эндрю. Производство и логистика настольных игр должно оказывать минимальное негативное влияние на экологию. На данный момент такой подход, к сожалению, не означает удешевление, а скорее наоборот удорожание конечного продукта. Но к этому мы еще вернемся. А сначала поговорим о самой игре. По словам самого Эндрю, то, что Earthborn Rangers, ее тематика, атмосфера и даже игровой процесс в какой-то степени тоже получились очень экологичными, чистое совпадение. Хотя он не отрицает, что возможно на момент создания концепции игры и создания компании его мысли были на вот этой экологичной волне и все получилось само собой. Эндрю хотел создать карточную игру по своим механикам, напоминающую карточный ужас Аркхема, Властелин колец, Marvel Champions, но с элементами RPG, с открытым миром, настроенную не столько на конфронтацию, сколько на преодоление себя и помощь окружающему миру. В итоге у Эндрю получился очень необычный, смелый и во многом противоречивый продукт. Я осмелюсь заявить, что в какой-то степени это по-настоящему новое слово в настольной игровой индустрии. Когда я играю в Рейджеров, меня не покидают мысли, что я не получаю тех ощущений, которые обычно ждешь от игр такого плана. Давайте я все-таки сначала поподробнее расскажу об игре, и вы поймете, что я имею в виду. Итак, сначала пару слов о событиях, происходящих в игре. Действие происходит на Земле, но в далеком будущем. Апокалипсис, вызванный неразумными действиями человечества, уже случился. Но главное, человек сумел вовремя одуматься, объединиться ради одной цели – восстановить жизнь на планете. При этом не пришлось никуда улетать. Человек создал хитроумные машины для восстановления экологии. Генная инженерия придумала новые виды животных и растений, помогающих регулировать экосистему. Сами люди на тысячи лет укрылись в закрытых от внешнего мира поселениях, так называемых аркологиях. Чтобы спустя эти многие века, наконец-то выбраться на обновленную планету и заново учиться на ней жить, теперь придерживаясь главного принципа – осознанность и стремление жить в гармонии с живой природой, а не пренебрегать ею и не доминировать над ней. В какой-то степени можно сказать, что мир Earthborn Rangers – это пост-пост-апокалипсис. Но события игры ограничены одной долиной. Технически это не одна долина, а целый регион, укрытый горами со всех сторон, уединенная экосистема, представляющая собой разнообразную местность с лесами, горами, лугами, реками и озерами. А игроки и их персонажи будут выступать в роли так называемых рейнджеров, специально обученных людей, чье призвание – стоять на страже безопасности всей долины и помогать всем, кому только могут. Именно этим игроки и будут заниматься в игре – помогать ученым, художникам, охотникам, мастерам и торговцам, искать пропавших людей, защищать от природных напастей людей и животных и так далее. Игра рассчитана на группу у до четырех человек. Это кооперативная игра, то есть вы будете совместно путешествовать по долине и проходить различные миссии. Каждый будет играть за своего персонажа. Одна партия символизирует один игровой день в долине. Теоретически можно ограничиться одной партией, конечно, но в этом, наверное, нет никакого смысла. Книга сюжетов предлагает вам пройти кампанию, состоящую из 30 игровых дней. День начинается в той локации, в которой вы остановились вчера, и заканчивается тогда, когда в колоде рейнджера не осталось карты, или когда ваш персонаж получает слишком много травм, или когда сюжет кампании предписывает вам разбить лагерь на ночлег. В среднем одна партия может длиться от получаса до часа с небольшим, в зависимости от происходящих событий, опыта и количества игроков. Каждая партия разбита на раунды, в ходе которых вы и ваши друзья-рейнджеры по очереди будут совершать действия, разыгрывая карты из своих рук и взаимодействие с лежащими на столе картами. Они представляют собой флору, фауну, природные объекты, древние руины, попутчиков и всякие необычные явления, которые вы встретите в своем путешествии. Вот так выглядит игровой стол со всеми компонентами в партии на двоих. Игровая область разделена на четыре отдельные игровые зоны. В окрестностях в этой зоне находятся основные условия партии. Здесь лежат карты текущей локации, карта погоды, выполняемые разные миссии, если таковые имеются у рейнджеров. Над окрестностями размещаются две колоды. Колода вызова и колода встреч. Колода вызова – это игровой рандомайзер, который вносит элемент случайности в происходящее за столом, когда вы проходите проверки. Колода встреч формируется из карт локаций и типа местности, в которой вы находитесь. То есть, если вы находитесь в локации луга и тип местности у вас – пастбище, то колода встреч у вас будет состоять из карт, составленных из этих колод. Карт пастбища и карт луга. В начале каждого раунда у вас будет открываться очередная карта встреч. В зависимости от символа на ней, эта карта будет располагаться в одной из двух очередных игровых зон. Это по пути и поблизости. По пути – это общая игровая зона в центре стола, доступная для всех рейнджеров. По близости – это отдельная зона перед каждым игроком. Здесь карты находятся в непосредственной близости от рейнджера. Перед каждым игроком есть своя собственная зона с картами, предназначенными для его рейнджера. В ней располагаются карта роли, карты черт, разыгранное снаряжение, колода рейнджера, есть сброс и колода усталости. С ролью все понятно. Это ваш персонаж, с его какой-то уникальной способностью. У него даже есть свой жетон рейнджера. Иногда он может быть полезен в ходе партии. С картой черт посложнее. В самом начале кампании вы формируете своего персонажа. Особенности его характера представлены в карте черт. Этих черт четыре. Восприятие, духовность, выносливость и концентрация. В этой игре не бывает суперменов. Каждый в чем-то хорош, в чем-то хуже. И уровень той или иной черты варьируется от одного до трех. Но не может быть такого, чтобы все показатели были на максимуме или на минимуме. Каждая карта предлагает некий компромисс. Эти показатели влияют на состав колоды рейнджера. Когда в самом начале кампании вы формируете своего персонажа, вы собираете колоду рейнджера. В нее входят карты квалификации и специализации. Ваш персонаж может быть ремесленником, добытчиком, пастухом, путником, изобретателем, примирителем, разведчиком или форматором. Но не все карты можно добавить в свою колоду. А только те, которые соответствуют уровню черты вашего характера. Когда вы впервые создаете свою колоду, вы не знаете, что вам нужно. И это кажется нелогичным. И как будто бы вы собираете свою колоду наугад. Но при этом это довольно тематично. Потому что по сюжету вы рейнджер достаточно неопытный. И потом в процессе игры возникают сценарии прописанной ситуации, когда вы можете поправить свою колоду. В каждом раунде вы будете использовать энергию черт, чтобы проходить испытания. Поэтому, чтобы отслеживать, сколько энергии той или иной черты вы уже потратили, в начале очередного раунда вы выкладываете на каждую черту столько жетонов соответствующего цвета, сколько указано на карте. То есть, соответственно, если у меня здесь восприятие 2, значит, 2 жетона, духовность 2, 1 жетон, концентрация 1, выносливость 3. Давайте сыграем один воображаемый раунд. В начале раунда каждый рейнджер открывает верхнюю карту встреч. Я открываю, и мне досталось кровожадное гончие. Я должен внимательно изучить карту. На ней могут быть важные вещи, которые нужно сразу отыграть. Например, в случае с кровожадной гончей у нее есть ключевое слово «засада». В правилах есть раздел с ключевыми словами, и там написано, что когда карта с ключевым словом «засада» входит в игру поблизости от рейнджера или перемещается в эту его зону, эта карта вызывает у рейнджера усталость. Стрелочка, указывающая вниз на этой карте, как раз и означает, что она входит в игру поблизости, а значит, вызывает усталость. Значит, я должен взять верхнюю карту из своей колоды и отправить ее в стопку усталости. Ну что ж, видимо, мне повстречалось опасное животное, и пришлось потратить дополнительные усилия, чтобы спрятаться, убежать или обойти его, поэтому я и устал. Мой сосед открывает свою карту встреч, и ему попадается колония муравьев. У этой карты тоже есть ключевое слово «преграда». В данный момент оно ничего для нас не значит, ничего не заставляет делать, но в дальнейшем будет мешать, я чуть позже расскажу. У колонии муравьев стрелка указывает наверх, а это означает, что она помещается не в зону поблизости, а в общую зону по пути. После того, как все игроки открыли по одной карте встреч, начинается фаза действий. Это основная часть игры. В ней вы будете проходить испытания и разыгрывать карты. Игроки могут делать это по очереди, сколько угодно раз, пока у них на это хватает очков энергии, или пока они не посчитают, что хватит и не решат отдохнуть. Единственное, игрок не может ходить два раза подряд. Если он хочет так сделать, он должен повернуть своего персонажа в карту роли, но тогда он не сможет воспользоваться способностью своего персонажа. Я сказал, что в фазу действий мы будем проходить испытания. Испытание — это понятие абстрактное. Оно не означает, что вам обязательно придется прикладывать какие-то невероятные усилия. Попозировать какому-нибудь художнику на фоне живописных гор тоже может называться испытанием в этой игре. Да, там действительно есть такая карта. И да, некоторые карты на столе дают возможность игрокам пройти какие-то специфичные испытания. Вот, например, в нашей локации здесь написано, что мы можем исследовать пастушью общину, чтобы разведать число карт встреч и так далее. Но в арсенале у рейджеров всегда есть четыре стандартных испытания. «Переместиться», «Контактировать», «Вспомнить» и «Увернуться». Они и условия их указаны на карте подсказки. Например, испытание «Переместиться» позволяет положить жетоны прогресса на текущую локацию. Прогрессы в игре обозначаются вот такими жетонами. И на карте указано, сколько жетонов прогресса мы должны набрать, чтобы добиться чего-то. Покинуть локацию, устранить преграду, договориться с кем-то и так далее. Давайте предположим, что в предыдущих раундах мы уже смогли положить на карту локации четыре прогресса. Всего, чтобы иметь возможность покинуть эту локацию, необходимо набрать четыре прогресса на каждого участника игры. В своем примере я показываю игру на двоих человек. Значит, сюда нужно положить еще четыре прогресса. Есть четыре, у нас уже есть. Итак, четыре у нас уже есть, а осталось еще четыре. Чтобы пройти испытание «Переместиться», я могу использовать сколько угодно доступных мне жетонов выносливости и сколько угодно карт, имеющих символ разведки. Но нам мешает преграда в виде колонии муравьев, поэтому, чтобы пройти испытание «Переместиться» в локации и добавить сюда жетоны прогресса, нужно избавиться от колонии муравьев. Чтобы совсем от него избавиться, нужно положить на него либо шесть жетонов прогресса, либо четыре урона. Поскольку колония муравьев — это объект, есть такое ключевое слово на нем, для этого тоже пригодится стандартное испытание «Переместиться». Ну, и это еще не все. Кровожадная гончая маячит поблизости, и если я буду взаимодействовать с картами, находящимися по пути, ничего не предпринимая в отношении карт поблизости, каждая такая карта будет вызывать у меня усталость по уровню влияния этой карты. В данном случае я должен буду отправить в усталость две карты из своей колоды. И вообще, надо бы дать моему напарнику шанс пойти первым. Пусть он начнет разбираться с колонией муравьев, ему-то ничего не мешает. Он мне сообщает, что с удовольствием этим займется, но ему нужно провести небольшую подготовку. У него в руке есть шесть стартовых карт, и среди них есть вот такая карта, которая называется «Тайный сад». Заплатив за нее стоимость, указанную в верхнем левом углу карты, то есть одну концентрацию, он эту карту разыгрывает. На карте «Тайный сад» написано «Прикрепите к объекту, целевой объект получает признак флоры, и он прикрепляет эту карту к объекту колонии муравьев. Я не совсем понял, зачем ему это нужно, но он у нас добытчик и, наверное, знает, что делает. Я тоже думаю немного подготовиться и решаю поискать у себя в колоде карту, подходящую для борьбы с хищниками. Но не нахожу такую, и для этого у меня есть стандартное испытание, которое называется «Вспомнить». Кстати, здорово, как в этой игре все механические действия сформулированы почти художественным текстом. Вот тут написано «Концентрация плюс интеллект». Вспомните, чему вас учили, разведайте колоду рейнджера по количеству усилий, затем возьмите одну карту из этой колоды. Как вообще работают испытания? Я использую свой единственный жетон концентрации и добавляю к этой проверке вот такую карту. Она называется «Энергопонож». Это полезная карта, снаряжение, у нее есть свои эффекты, но в данном случае я ее добавляю к проверке только ради вот этого символа интеллекта на ней. Таким образом, жетон концентрации и один символ интеллекта в сумме дают два усилия, которые я прикладываю для прохождения испытания. Если испытание будет пройдено успешно, то количество усилий будет равно количеству карт в колоде, которые я открою сейчас и из которых смогу выбрать себе подходящую и добавлю в руку. Но на этом проверка еще не закончена. На результаты испытаний всегда влияет воля случая. Мы должны открыть верхнюю карту из колоды вызова. Открываем и смотрим на тот аспект, который мы использовали во время проверки. В данном случае концентрация. Карта указывает ноль, а это значит, что никакого изменения к нашей проверке нет. Мы приложили два усилия, так два усилия осталось. Эту карту мы сбрасываем, значит, две карты мы можем разведать. Сыгранный жетон отправляется в сброс, сыгранная карта тоже отправляется в сброс, и мы начинаем разведку. Открываем две карты сверху колоды, и разведка работает так. Мы эти карты можем в любом порядке отправить как вниз колоды, так и наверх. Я на самом деле искал себе вот эту карту. Она называется Походный посох Орли. И кладу ее наверх. Эта карта тоже неплохая, пусть тоже останется сверху колоды. Теперь, согласно инструкции испытания, я беру верхнюю карту из колоды и забираю себе в руку. Заветный посох Орлин оказывается у меня в руке. Но это еще не все. У нас любая проверка должна заканчиваться тем, что мы должны посмотреть на нижний символ на карте вызова. Он влияет иногда на происходящее за столом. В данном случае это некие горы, и мы смотрим на все открытые карты за столом, на карте погоды ничего плохого не происходит, потому что нет такого символа. На колонии муравьев поверните активного голодного кабана. Никакого голодного кабана у нас нет. Кровожадная гончая. В игре нет активной добычи и есть шепчущие поля. Сделайте то-то. Этого тоже у нас нет, поэтому в данном случае наш символ горы ни на что не повлиял, и мы можем двигаться дальше. Снова ходит мой напарник. Он у себя с руки разыгрывает карту, которая называется карбоновая лопатка за две выносливости. На этом его ход заканчивается. Разыграл. Я тоже решаю немного подготовиться. И тот самый походный посох Орлен, который я получил, тоже разыгрываю. Это мое снаряжение. И сюда я должен положить три шага. Это вот три таких жетона. Ну или один жетон с цифрой три на нем. За это я должен заплатить две выносливости. Что я и сделал. И теперь мой напарник воплощает в жизнь задуманное. На карте карбоновая лопата, лопатка, есть специальное испытание, которое гласит духовность плюс интеллект. Ухаживайте за местными растениями, чтобы положить на флору или сбросить с нее число урона, равное количество своих усилий. Поскольку колония муравьев благодаря карте тайный сад теперь тоже стала флорой. Он берет два своих жетона духовности, добавляет карту какую-нибудь, ну скажем, карту дальновидность, которая добавляет еще два символа интеллекта к проверке. Если нам повезет и на карте вызова не будет отрицательных значений, то с помощью карбоновой лопатки мы сможем нанести колонии муравьев четыре урона. Это необходимое число для того, чтобы эту преграду устранить. Но мой напарник решает перестраховаться и добавляет к проверке еще одну карту с символом интеллекта. Это вот карта вдумчивость. Теперь число усилий равно пяти. Открываем карту вызова и видим, что осторожность моего напарника была не лишней. На карте вызова духовность минус один. А это значит, что наши усилия из пяти превращаются в четыре. Но этого достаточно, чтобы положить четыре урона. Для этого тоже есть специальные вот такие жетончики. можем положить четыре урона на карту колонии муравьев. А это в свою очередь означает, что мы эту колонию, эту карту устранили. Она у нас уходит в сброс. Прикрепленная к ней карта тоже уходит в сброс. И мы в конце еще должны разыграть, как всегда, вот этот вот символ. В данном случае символ солнышка на карте вызова. У нас погода солнцепек. И тут написано испытайте одну усталость. Каждый рейнджер испытывает одну усталость и отправляет по одной карте в стопку усталости. Дальше здесь никаких больше солнышек нет, больше ничего не происходит. У колонии муравей что-то было, но она у нас уже в сбросе. Да, вот эти карты у нас тоже уходят в сброс. Дальше играем. В данной ситуации я думаю, что лучшим решением будет пройти стандартное испытание перемещения, чтобы положить прогрессы на текущую между мной и локацией есть кровожадная гончая, которая заставляет меня отправить две карты в усталость. Но я это предусмотрел. Мой персонаж неутомимый искатель и у него есть своя особенность. Я могу его повернуть и один раз в раунд уклониться от одной карты. То есть я могу спокойно сейчас эту карту повернуть и проходить стандартное испытание перемещения, не обращая внимания на лежащего передо мной хищника. У меня еще остался в запасе один жетон выносливости. Я к нему могу добавить скажем карту дерзость и добавлю еще карту лист на ветру, чтобы общее количество усилий у меня было равно четырем. Теоретически этого должно хватить, чтобы положить заветные четыре прогресса на локацию и давайте я в этот раз рискну и больше ничего не буду добавлять, понадеюсь на удачу. Открываем карту вызова и видим, что мне не совсем повезло, снова минус один, а это значит, что вместо четырех прогрессов я на локацию кладу только три. Но на самом деле у меня был запасной план, ведь у меня есть снаряжение, походный посох Орли, на нем написано поверните, положите один прогресс на тропу, а это значит, что я могу эту карту повернуть и прямо сейчас на текущую локацию добавить еще один недостающий жетон прогресса. И теперь теоретически мы можем путешествовать дальше, осталось только разыграть снова вот этот символ, это снова солнышко, и мы снова испытываем одну усталость, отправляем по одной карте в сброс, и в общем-то все, в этот момент я и мой напарник принимаем решение закончить раунд. В этот момент наступает третья фаза раунда, которая называется путешествие. Если прогресс на локации равен требуемому уровню, можно путешествовать. Если мы хотим двигаться куда-то дальше, мы открываем нашу карту, выбираем новую локацию, которая находится недалеко от того места, откуда мы путешествуем, лезем в коробку, собираем для локации колоду встреч и так далее. Но иногда вы хотите задержаться в локации, чтобы выполнить какую-то миссию, поискать что-нибудь, дождаться нужной карты из колоды встреч. У меня, кстати, на этот случай есть хорошая карта, которая называется подручные средства. Она позволяет убрать сколько угодно жетонов прогресса с локации и положить столько же жетонов урона на существо. То есть простым движением руки в следующем раунде я уберу кровожадную гончу, если вдруг она мне будет мешать. После того, как мы решаем путешествовать или нет, наступает фаза обновления, в которой все игроки разворачивают все карты, которые были повернуты, восстанавливают всю энергию, которая была потрачена, берут по одной карте в руку из своей колоды и это работает как своеобразный таймер, который не дает партии длиться бесконечно. Есть один важный компонент в игре, про который я еще подробно не рассказывал, это книга приключений. Это достаточно традиционная книга сюжетов, в которой находятся пронумерованные сюжетные блоки, которые вы будете зачитывать, попадая в новую локацию, открывая некоторые карты встреч, причем книга может предлагать вам разные сюжетные блоки в разных игровых ситуациях, а еще в конце книги есть дневник для отслеживания хода кампании, там вы будете отмечать прошедшие дни, записывать важные данные, события, находки, локации, текущие миссии, погоду и так далее. Книга предлагает очень умеренный текстовой нарратив, достаточный для того, чтобы ощутить историю и атмосферу, но не слишком много, чтобы у вас не возникло ощущений, что вас заставляют читать целый роман. Иногда вы начинаете встречать одних и тех же персонажей или посещаете одни и те же локации и поначалу у меня появилось опасение, что я устану читать одно и то же и по нескольку раз и мне это надоест, но оказалось наоборот, ты как будто становишься своим в этом мире и встречая своего старого знакомого отмечаешь для себя а это ты ну привет я могу про тебя уже ничего не читать мы с тобой и так знакомы но в книжку все равно лучше на всякий случай заглянуть вдруг ситуация компании поменялась и книга приключений откроет новый сюжетный блок для того или иного персонажа или локации быстренько просматриваем книгу если ничего нового нет закрываем и идем дальше причем идем куда угодно это действительно честный открытый мир правда можно идти куда хочешь и делать что хочешь есть какой-то общий сюжет но он не заскриптован и вы вольны вообще на него не обращать внимания и еще многие отмечают комфортную атмосферу игры то есть это не привычные уже всем страдания и превозможения а дух приключений интересный и в то же время достаточно спокойный от стартового обучающего сценария веет детскостью и инфантилизмом и некоторых это отпугивает пресловутые печенья которые вам нужно отнести в соседнюю локацию породили много ироничных отзывов от критически настроенных игроков и это еще один непривычный и смелый шаг со стороны авторов нет попытки навести ужаса на игроков заинтриговать страхом перед игрой наоборот есть попытка заинтересовать тем что вам придется иметь дело с будничными вещами и обычными людьми живущими в очень непривычном мире я сыграл 6 из 30 дней кампании не могу сказать что ситуация вдруг резко поменялась и наступила какая-то более жесткая тема сюжета но игра уже показала свои зубки хищники природные катаклизмы персонажи со своими характерами и непростой судьбой во всем этом интересно разбираться и иногда игра дает тебе прикурить у игры такая приятная комплексность и богатый набор возможностей для создания умных комбинаций внутренних механизмов для решения головолома которые предлагает игра и что немаловажно отлично работает кооперативная составляющая персонажи со своими колодами которые прекрасно работают как самостоятельно так и в команде они дополняют друг друга и помогают друг другу обязательно хочется сказать про то что компанию можно проходить любым составом и этот состав можно менять можно начать соло потом к вам может присниться другой игрок сыграть несколько партий несколько дней вместе с вами уйти его может заменить другой и игра позволяет это делать легко и непринужденно есть нюанс который мне в игре совсем не нравится это фаза путешествия когда вам нужно разобрать колоду встреч рассортировать карты на карты локации типа местности убрать их в коробку в свои колоды достать оттуда колоды новой локации карты нового типа местности перемешать за один раунд пройти эту новую локацию и заново повторить весь этот процесс бывают случаи когда вам нужно пройти таким образом 2-3-4 локации мне кажется что рано или поздно авторы что-нибудь придумают чтобы как-то упростить вот этот элемент игрового процесса еще одна тема часто возникающая при обсуждении игры ее экологичность я в начале обзора сказал что Эндрю Наварро при создании игры придерживался концепции подразумевающей сведение к минимуму использования пластика и неразлагаемых компонентов нет миниатюр пластиковых кубиков жетонов колоды не завернуты в целлофан и даже коробка не запаяна в пластик в оригинале коробка приходит без защитной пленки зная трепетное отношение к коробкам у российских настольщиков наш локализатор компания Миппл Хаус приняла решение продавать игру в дополнительной картонной упаковке поэтому если вы ее купите вы получите ее вот в таком виде кстати Миппл Хаус как локализатор этой игры тоже является предметом рассуждений у скептически настроенных игроков ведь Миппл Хаус известен всем в первую очередь как производитель пластиковых органайзеров и аксессуаров для настольных игр и тут наверное действительно есть над чем порассуждать но справедливости ради нужно заявить что если вы хотите во всем следовать философии авторов игры то локализатор предлагает вам полностью соответствующий этой концепции продукт с нулем пластика внутри и экологичными материалами использованными в его производстве ну а если вы к этому относитесь спокойно можно взять и пластиковые картотеки и протекторы и вот такие шикарные деревянные кстати кубики и жетоны отчасти такой подход сказался над стоимостью игры и стоимость игры это еще один момент о котором нельзя не сказать многие жалуются что цена для карточной игры кажется завышенной я лично не люблю мерить игры килограммами и в принципе готов расстаться с разумной суммой денег ради того чтобы получить удовольствие которое ожидаю от игры получить но даже если подходить к этому вопросу прагматично и пытаться сравнить ее стоимость с похожими продуктами на рынке а мы с вами наверное должны ее сравнить с карточными играми типа карточный ужас аркхема то тут вот такая история стоимость базовых коробок сильно разнятся не в пользу элтборн рейнджеров но тут нужно учитывать вот что карточный ужас аркхема устроен так что вы покупаете базу потом большое дополнение потом 6 маленьких дополнений и все это вместе дает вам законченный сюжет примерно на 11 партий в базовой коробке рейнджеров сюжет на 30 партий вот и считайте но еще раз хочу сказать что я не люблю мерить игры килограммами и количеством карт тем более что в данном случае на ценное образование сильно повлияли экологичные требования к производству от правообладателя кстати раз уж мы заговорили про карточный ужас аркхема а по большому счету сюда же нужно притянуть и карточный властелин колец и marvel champions то есть все те игры в которых авторы нашей сегодняшней игры черпали истоки основных механик то я одинаково не поддерживаю как тех кто говорит что рейнджеры это откровение а ужас аркхема ужасное недоразумение и наоборот тех кто говорит что ужас аркхема это наше все а рейнджеры это сомнительный незрелый фрукт для меня рейнджеры это что-то по-настоящему новое отличное от того что мы привыкли и это прекрасно я бы разочаровался наверное если бы получил еще одну такую же карточную живую игру только в новом сеттинге и несмотря на то что во мне все-таки крепко в сердечке где-то сидят карточный ужас аркхема и властелин колец я в своем личном рейтинге поставил бы их пока еще выше рейнджеров эта игра очень свежий и крутой опыт прекрасная игра очевидно что это новая ступень в развитии живых карточных игр я всегда поражался в фантазии геймдизайнеров что можно придумать с простой карточной игрой какие неожиданные сюжетные повороты и включение игровой механики в сюжет можно изобрести но если в других играх эта фишка раскрывается постепенно то в рейнджерах это работает практически с первой партии выходит карта оленя она питается картой колючек устраняя эту преграду с вашего пути но тут выходит новый олень они начинают друг с другом драться и у вас появляется риск попасть под раздачу но тут выходит хищник который отпугивает одного оленя и начинает охотиться на второго целый мир оживает на ваших глазах и все это на обычных картах я наверное никогда не устану этому поражаться еще раз эта игра не для всех кому-то может просто не зайти сеттинг кто-то не любит листать книжки в поисках параграфа 74.9 если вы новичок в мире живых карточных игр изучение основных концепций и игровых механик может оказаться не самым легким делом в остальном это прекрасная игра которую обязательно стоит попробовать а на этом у меня сегодня все с вами был Дмитрий и канал Geek Media играйте в настольные игры всего вам хорошего пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok